Всем привет, с вами Игорь. Сегодня разберемся, как же нам организовать от теплового насоса ГВС или горячее водоснабжение. Вообще, я вижу, что многие стали делать тепловые насосы, собирать свои. Это очень похвально, это очень хорошо, так как это действительно классное отопление, оно имеет место быть. Вот, оно дешевое в эксплуатации, наверное, самое дешевое действительно отопление в эксплуатации. Кто первый раз смотрит, кстати, вот это вот мое видео, у меня там есть на канале, как сделать тепловой насос. Смотрите, плейлист, самое плейлист, все про тепловой насос, я оставлю на него ссылку под этим видео. Там все-все-все про мой тепловой насос и как сделать, и там всякие характеристики, и все-все-все, что там с ним происходило. Вот, я это все снимаю и выкладываю. Вот, итак, вот это вот все надо уже ГВС, бойлер, надо предусматривать, уже проектировать еще на этапе сборки всех этих комплектующих материалов. Вот, ну что, потом добавить эту опцию будет довольно тяжело, надо будет разрывать цепь, ну, в магистраль фреоновую, спускать фреон, и вот это все, конечно, будет намного проблематичнее. А вот сразу, пока проектируете, вот это надо, эту опцию включить. Если, конечно, она вам нужна, потому что у меня, например, у меня, ну, технически не получалось, но если бы я очень хотел, то я бы ее сделал, эту опцию, чтобы у меня грелось. Но у меня, как бы, бойлер греется от солнечных панелей и от ветряка, когда он работал, но он еще и будет работать. Поэтому мне, как бы, ну, не очень эта опция была нужна, и я не стал заморачиваться с ней. Итак, как это можно сделать технически? Вот наш компрессор, да, теплового насоса. Вот это входящая магистраль в него входит, вот это выходит, вот выходит. Наверное, надо стрелочкой вот так вот, чтобы было более понятно. Вот так у нас движется фреон, вот ту сторону. Вот, у нас вышел фреон из компрессора, выходит, если компрессор работает на R22, ну, в принципе, на других фреонах тоже примерно такая же температура будет. У нас выходная магистраль из компрессора 70-80 градусов, это его рабочая температура, это нормальная температура. И пока у нас вот эта вот магистраль не зашла в теплоаккумулятор, там, или в теплые полы, или какой-то там пластинчатый теплообменник, что у вас там будет, ну, вот это вот основной теплосъем, основной теплосъем у нас происходит дальше. То, вот на этой вот магистрали, которая идет от компрессора до нашей основного теплосъема, это, может быть, теплые полы, теплоаккумулятор, у меня это теплоаккумулятор, и тут просто навитая накрученная медная труба. Вот, а это может быть там тоже такой же самый, как и испаритель, трубчатый теплообменник, запитанный через систему отопления. Вот, там, ну, будь чем можно снимать. Вот, на вот этом вот участке, который вышел с компрессора, но еще не зашел, ну, в теплоаккумулятор, или еще куда-то там теплые полы, там, я уже сказал, это может быть много что. На этот участок у нас температура 70-80 градусов, всегда, всегда, когда работает тепловой насос, он довольно быстро набирает, ну, там, я не знаю, минут за 10-15, он набирает вот такую температуру, 70-80 градусов, и она держится, вот такая вот температура. Ну, она немного может расти, с увеличением, там, температуры конденсации и так далее, ну, примерно это так вот, в таком вот режиме. Этого вполне достаточно, чтобы снимать для бойлера, нагревать бойлер до 50-60 градусов. Для этого достаточно вот эту трубу удлинить, переходную от компрессора до теплоаккумулятора, и намотать несколько витков, и поместить ее в наш бойлер. Намотать несколько, достаточно, поместить в бойлер всего, ну, я не знаю, 2-3 метра, где-то так. 2-2,5-3 метра, этого будет вполне достаточно, чтобы нагревать в бойлере воду до 50-60 градусов. Вообще, идеальный вариант, это просто рядом с компрессором, ну, рядом это как, ну, в пределах полтора-два метра, можно эту магистраль сделать и утеплить, просто вот здесь вот, до бойлера и после бойлера, чтобы меньше теплопотери были. Это был бы идеальный вариант, если у вас там, например, где-то в кладовке стоит компрессор, за стеной стоит там уже ванная комната, да, и там можно разместить бойлер, в него можно завести вот эту вот трубу медную, чтобы она и шла, да, а потом вернуть ее в основной теплоаккумулятор, там, или теплые полы, вернуть ее назад. Вот, это был бы идеальный вариант, так, не надо в таком случае никаких дополнительных циркуляционных насосов и так далее. Но так не всегда получается, вот, например, у меня ванная комната от компрессора где-то метров 12, наверное, ну, так 7 и так еще метров 5, да, метров 12, а то может быть и больше даже, надо тянуть трубу. Поэтому так трубу не протянешь. Как можно по-другому сделать? Можно поставить вот здесь вот маленький пластинчатый теплообменник, маленький такой, ну, на совсем небольшую мощность, там, на полкиловатта, на киловатт. И уже от этого пластинчатого теплообменника провести трубу к нашему бойлеру, там, где он будет стоять, в ванной комнате вашей. Но тогда надо дополнительно сюда ставить, к этому пластинчатому теплообменнику, циркуляционный насос надо дополнительно ставить и вот эти трубы, которые будут идти от бойлера, надо хорошенько утеплять, там, заматывать, потому что тут будет идти температура 50-60 градусов, вот, может быть, даже и больше, чтобы оно не теряло тепло. Вот, ну, это вариант, конечно, такой более тяжелый. Проще всего поставить бойлер на вот эту линию. Вот, я видел, так делают многие самодельщики. Вот, если там на ютубе посмотреть, там можно поискать, можно найти вот такие вот системы. Там, в принципе, ничего сложного нет. Ну, короче, принцип в чем? Чтобы снимать температуру для бойлера, вот, именно на вот этом вот участке, от компрессора до основного теплосъема. То есть, теплоаккумулятора, там, теплых полов, пластинчатого теплообменника, основного теплообменника. Там обычно ставят сюда большой пластинчатый теплообменник, ну, там, на 4-5 киловатт мощности, там, смотря какой тепловой насос. А вот сюда для бойлера маленький, там, на пол киловатта киловатт, его будет достаточно. Вот, но самое лучшее, мне больше всего нравится, это поставить сюда вот бойлер, просто завести эти 2-3 метра медной трубы в бойлер, и дальше она себе пошла. Будет ли влиять на общую теплоотдачу теплового насоса, наличие вот этого бойлера, этих 3 метров, практически не будет. Почему? Ну, может быть, еще будет влиять, когда у вас в бойлере здесь холодная вода. Вот, она у вас холодная, это градусов 20, например, 30, тогда, да, здесь будет какая-то часть оставаться тепла. Но тоже небольшая часть, потому что тут будет всего 3 метра. Не надо, кстати, много метров сюда наматывать, вот, фреон должен конденсироваться здесь, вот, основная часть фреона. Здесь он должен просто пролетать, вот, скорость пара фреона, я уже это говорил в предыдущих видео, примерно 8-12 метров в секунду. Поэтому эти 3 метра, этот перегретый пар фреона, он просто пролетает, даже практически, при том, если здесь будет температура, он нагреет быстро, довольно быстро этот бойлер, до 50-60 градусов, ну, своего нормального режима, то тут вообще практически никакая мощность откладываться, оставаться не будет. Ну, что, в бойлере 50-60 градусов, температура пара 70-80, она практически остывать тут вообще и не будет. Поэтому, можно сказать, что на основной теплопроизводительность, там, для отопления дома нашего, теплых полов, теплоаккумулятора, системы отопления, там, будет, что... Вот это наличие этого бойлера, оно практически даже, ну, вообще не скажется и не повлияет на основную тепловую мощность. Единственное, как я уже сказал, что если у вас будет холодная вода, здесь, ну, только набрали там, или как оно, так получится, что здесь, то пока он ее нагреет, он немного будет здесь оставаться мощности, он немного здесь будет конденсироваться. Ну, совсем небольшая часть, из-за того, что тут мало этих витков нашей медной трубы, он ее будет, этот пар, пролетать. Ну, если он на входе 70-80 градусов, то здесь его температура будет, ну, может быть, на несколько градусов всего ниже. Это когда будет здесь нагретый уже бойлер, когда он уже нагреется, там, ну, несколько, буквально несколько градусов, может, до 5 градусов. Вот, тут останется мало тепла, то есть вся наша тепловая мощность, она все равно будет попадать в наш теплоаккумулятор. Вот, вот такая вот схемка. Ну, суть понятна, да, разместить бойлер или пластинчатый теплообменник, или там еще какой-то, или трубчатый теплообменник, труба в трубе, вот, там, как вам удобно, как лучше, как получается, именно вот на вот этом участке. Это у нас участок самой высокой температуры нашего теплого насоса. От компрессора и до основного теплосъема. У нас теплоаккумулятора, основного этого пластинчатого теплообменника, трубчатого теплообменника, теплов полов, там, что оно у вас будет. Вот, на этом участке можно снимать для бойлера довольно неплохую температуру, это, ну, 50-60 градусов, там будет температура воды. Нагреваться он будет быстро, вот, и так как тепловой насос будет практически зимой, ну, каждый день работать, и это как минимум полсуток, то вода в бойлере будет постоянно горячая. Если его еще сделать такой, ну, не маленький, литров на 60-70, то и тем более утеплить его. Вот, ну, вот, как-то так это все можно организовать. Ладненько. Может, что-то не сказал, забыл, спрашивайте, пишите в комментариях. Все, всем пока, до следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok